ребятки всем привет с вами александр нетронейшн в общем то перед нами наш будущий кандидат на прокачку точнее мы уже начали качать это nissan gtr сразу скажу что принципе первая половина этой серии как минимум для новичков сейчас мы будем разбирать по деталям по гаражу по рынку потому что стоит в общем то какие детали бывают как их там подбирать какие ставить какие хорошие какие плохие и тому подобные короче вещи так что тот кто уже в этом деле разобрался может сразу там на вторую половину видео к там клацать ну а мы поехали так давайте сразу заглянем ко мне в гараж и посмотрим что у меня здесь есть так из того что у меня в гараже валяется что можно сказать что такое довольно неплохое допустим видим пор поршни я уже составил себе такую табличку ну синий цвет синий цвет и 1 звездочка это самые простые детали желтый цвет и 2 звездочки это средние детали и черные детали могут достичь это легендарные могут достичь максимального уровня но сразу оговорюсь что черная деталь может быть хуже голубой без прокачки черную деталь можно прокачать выше до максимума до которого голубая желтая не достигнет но если она черная это не значит что она уже лучше вот допустим свечка 20 вот свечка желтая ведь есть 17 это у меня в гараже такая же 17 может быть и синяя например ну допустим на заглянем на рынок на рынок вот boost контроллер допустим 51 мы видим так здесь что то есть свечка boost контроль вот свечка 16 есть но тут пока что получше я не вижу ну в общем то вот свечка 16 синяя и там же была такая же 16 желтая то есть как бы на цвет не нужно ориентироваться нужно ориентироваться в первую очередь на ее показатели на вот эти вот цифры мощность момент надежность так давайте сразу скажем по поводу резины по поводу веса и по поводу шин то есть все что касается шин и веса если она черная она значит сто процентов лучше там не бывает двух вариантов черного то есть там было всего лишь три варианта деталей папа покрышка например от состав резины ну давайте сразу зайдем покажу вот у нас есть ширина шин профиль шины состав обработка и настройка шасси в общем-то эти вещи бывают только в трех вариантах соответственно по одной детали на один цвет одна синяя одна желтая одна черная и каждый из них будет лучшая в своем классе то есть лучше шасси от синего чем вот есть у меня не бывает в продаже и лучше чем вот это черное тоже не бывает всего не нужно никуда там вкачивать если у вас попалась черный значит вы сразу смело смело ставите кстати мне тоже нужно поставить на мне не хватает покрышек 135 117 нужно будет накатать точно такая же ситуация у нас и с весом бывает вот видите есть синяя сколько это у нас дает смотрим минус 40 килограмм диски синего цвета желтые 2 звездочные дают на минус 43 килограмма и черные диски там дадут может минус 48 или минус 50 и все то есть топ только три варианта тоже касается сиденья интерьера шасси вот интерьер вот сиденья вот колеса и вот шоссе то есть и ну капот у меня уже как видите стоит вот можно снять деталь которую мы установили мы можем снимать и ставить бесплатно но продать ее уже нельзя после установки так вот 24 3 килограмма это самый легкий капот который может быть давайте его устанавливаем на место как бы установка уже бесплатно но там видели значок такой отвертки и гаечного ключа это значит что деталь уже установлена она бы уж на ее продать на рынке нельзя так ну давайте то сейчас наверно пробежимся потому что у меня сейчас стоит так здесь мы разобрались так идем дальше так что мне здесь по закиси азота ну же белые детали это те что нам сразу доступны в гараже они принципе самые голимые бывают синие детали такого же говняного качества но в целом они самые плохие баллончик у меня вот такой стоит баллончик 25 на 400 но на короткую дистанцию этот баллончик стоит и он довольно хороший то есть ориентация на надежность если у нас надежность стоит минус даже в синей детали значит это синяя деталь в своем классе будет хороша так давайте и ставим и собственно говоря что у меня здесь еще стоит стоит у меня еще контроллер впуска давайте сейчас глянем азот у меня табличка есть азот контроллер у меня стоит 31 150 это корот короткий но у него надежность минус 2 и 5 то есть как бы в своем классе он тоже он хорош как для синей детали это хорошая синяя деталь так шины мы разобрали давайте по трансмиссии трансмиссии у меня сейчас стоит стоит маховик так он у нас минус 6 минус 6 по скорости переключения и минус 1 это по моему это топчик это легендарная деталька у меня она на 3 звездочки лучше не бывает сцепление вот как видите то о чем я вам говорил давайте я сниму сцепление вот это синее сцепление имеет такие же показатели вот видеть 9 шестеренок дает также как и желтая вот так же как и желтая ну что у нас по сцеплению до минус 5 секунд минус 5 в принципе это близко к близко кто близко к топу то есть вот это вот синяя деталь топовая ну когда синие детали желтая может быть немножко лучше но я думаю если эту желтую перевести в в черный то есть сделать ее легендарный то она там буквально один раз я перечерчите она станет сразу лучшей так это дело устанавливаем ну хотя нам может сцепление не пригодится так вот коробка передач минус 1 и 5 это как для белой детали а если брать уже детали там желтого черного цвета то я видел минус 3 минус 3 по секунды не полторы минус 3 то есть два раза быстрее и дифференциал я видел даже синюю деталь минус 6 в то время как попадается в основном желтые детали минус 3 и 8 так ну а по поводу трансмиссии то есть наш карданный вал трансмиссии у меня стоит минус 2 2 секунды и минус 0 5 надежность ну то есть если ее снять то показатели будут немножко другие чем вот там на полосочке вот смотрите минус 2 и минус 0 5 это короче топовая деталь топовая синяя деталь я так понимаю надо лучше мы большинства будет желтых и по моему мне на глаза попадалась такая же черная деталь тоже с такими показателями лучше пока что я не видел чем минус 2 даже черная может быть минус 2 но черная минус 2 будет лучше чем синее минус 2 вот такой есть парадокс короче с одинаковыми показателями деталь высшего класса будет будет лучше больше мощности вам выдавать как ни крути так что у меня здесь так интеркуллер как видите интеркуллер у меня синий он практически такой же по по качеству как и желтый что у меня есть обновление прошивки у меня 65 на 102 это плохая деталь потому что есть желтые 77 на 109 ас короче вот такого примерно уровня интеркуллер тоже не особо хороший потому что желтые детали есть 73 на 123 а у меня 6 это вот этот моя желтая 73 на 123 а синяя ну довольно неплохая синяя она 61 на 108 так по поводу буст контроллер как видите мой буст контроллер 57 там мы видели черную деталь по моему с худшими показателями мой буст контроллер это 90 на 122 до 90 на 122 надежность минус 2 5 значит это говорит что деталь уже принципе неплохая но я видел легендарные на 91 125 и 111 на 149 вот это вот 111 на 149 где-то близка к топу может и есть топ так идем дальше двигатель двигатель вот у меня есть свечка но я нужно перечерчивать так что у нас еще есть каленвал давайте будем смотреть каленвал у меня 27 и 6 на 41 видел легендарная 35 на 52 по поводу поршней дедут мой двиг двигатель поршни у меня кстати хорошие поршни вот это 36 на 60 потому что я видел желтую деталь 32 на 53 то есть поршни у меня хорошие масло у меня тоже хорошее вот это вот масло имеет показатели 38 на 66 желтые детали я видел 35 на 59 то есть это классная деталь и если у папа улучшать сделать ее желтой потом сделать ее черной может получиться даже там топчик вот такие вот детали так каленвал каленвал что я поколевал из каленвал у меня не ахти то есть его принципе можно установить при желании можно установить 50 тысяч стоит его как бы прокачивать мне кажется смысла нет давайте его установим каленвал мы поставили те детали пусть будут на прокачку также что мне здесь стоит вот по поводу того что детали могут быть одинакового одинаковых показателей но разного класса вот смотрите плюс 3 и плюс 3 дает одинаково разница у них правда есть в надежности здесь 5 и 1 до помоя или сколько не 6 и 1 хотя видите показывает на верху 5 и 1 здесь тоже 6 и 1 но надежность минус 1 то есть синяя деталь имеет такие же характеристики по мощности какие-то легендарные черные но но легендарная черная всегда будет лучше но в данном случае на nissan у нее надежность лучше я пробовал перечерчивать ее нельзя перечерчить по идее это топовая деталь оставим ее на место так но это мне болтается не так и их можно только продать ничего другого сделать не можно так давайте что по под фильтр я купил 14 и 2 но он по идее на есть и 21 просто он стоил недорого относительному что там где-то 40 золотых монет потому я его купил где у нас здесь впуск но фильтра лучше во мне не видел но скорее всего он есть 21 так по поводу так впускного коллектора коллектор это у меня 7 и 1 минус 0 2 так 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 но на должны быть еще и получше как минимум его можно сделать черным так выхлопная система выхлопная система плюс 3 есть 8 и 1 черная деталь к 8 и 1 не встречал так подросли по моему мне информации нет то есть здесь я вроде все пробежался по всему пробежался идем назад в магазин так и вот смотрим вот смотрите продают легендарный черный boost контроллер который показатель 87 на 118 у меня стоит желтый boost контроллер который 90 на 122 то есть мой желтый boost контроллер лучше и показатели надежности у него минус 2 и 5 то есть этот boost контроллер плохой хоть он и черный его нужно очень много раз улучшать его даже но нет смысла покупать даже за 60 ну и цена у него соответствующая паршивая хорошая деталь стоит 150 200 ну может там ну вот как бы 200 за профиль шины то есть он однозначно лучше потому что как я говорил шины не бывают плохие если они черные значение самые лучшие так что же самое касается шасси черное значит самое лучшее так ну провода трубки провода трубки них не лучше потому что есть повеселей мне попадалось провода и трубки 900 то 200 то есть в этом случае в проводах и в трубках лучше момент с нитро а время нитро можно компенсировать всегда баллоном и соленоидом потому здесь мы берем максимально мощный так по поводу коробки передач у нас идет здесь минус 3 ну это лучшее что мне по моему попадалось минус 3 да лучше я не видел вот коллектор 6 и 1 у меня 7 и 1 есть при том желтый так компрессор ну это продает типа официальный продавец магазин тут всегда дорого нет смысла покупать они всегда продают черные по 200 желтые по 100 короче компрессор это фигня 53 на 91 ну неплохая деталь лучше мне не попадалось пока что но дорого дорого яйцо такое же как у меня продают за 85 так вот есть пусть контроллер еще не может небось лучшие показатели чем там 67 на 94 67 на 94 нет плохой плохой буст контроллер плохой обновление прошивочки что у нас здесь есть 77 и 5 на 109 хороший 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 лучше чем чем легендарные многие но продают за сотку это опять же официальный продавец ну а эти показатели просто хуже на данный момент что идем дальше такого масло смотрите сколько у нас здесь масло так давайте смотреть двадцать девять сорок девять тридцать три пятьдесят шесть ну надежность слабая точнее ну недостаточно плохая надежность минус один тридцать четыре пятьдесят восемь как ни странно да у этого показатель минус один и пять но он пока что самый слабый ну вот 40 на 69 как я и говорил с самой плохой надежности будет всегда лучшая деталь как бы вот эта деталька с масло на 30 она самая лучшая надежность хоть у нее самая плохая но так надо должна быть самая слабая надежность у самых мощных деталей ну в принципе по логике это понятно давайте сейчас я найду эту детальку масло я видел детальку легендарную 41 на 70 то есть это вот красивая деталька не знаю что я купить что ли купить или не купить у меня 38 на 66 покупать принципе смысла нет мою детальку можно улучшить и синий сделать желтый но будет будут те же самые показатели у меня все-таки масло уже есть так идем дальше до 8 по поршням поршни поршни но это лучшее что мне попадалось 32 на 53 а у меня у меня есть поршни 36 на 60 то есть мы и поршни лучше давайте зайдем вот на склад и где-то мои поршни вот мы и поршни 36 на 60 36 на 60 и 27 гаек они мне дадут на эти поршни 24 гайки дают вот видите с моя синяя деталь лучше так ну со свечками мы уже смотрели шоссе шоссе желтая понятно ним не бывает вариантов то же самое с обработкой резины вот правда и трубки вот эти вот правда и трубки 92 которые стоят 59 ребята лучше чем вот эти вот провода и трубки которые стоят 125 и они черные то есть если ваша задача просто сейчас поставить что-то что был больше эффект лучше ставить вот эти но если вам нужно улучшать то тут надо смотреть если у вас есть улучшатель его давайте вам расскажу что такое улучшатель и зайдем на склад вот есть такие вот штучки улучшатель видите внизу написано две звездочки на синем фоне стрелочка 3 звездочка это это улучшатель он делает из синие детали делают желтой и желтой делает черную бывает два улучшателя соответственно синий улучшатель улучшает до желтого желтый улучшатель улучшает до черного вот такие вот дела и также есть перечерчиватель перечерчиватель просто повышает показатели не меняя класса детали то есть можно взять какой-то там boost контроллер или свечку вот эту допустим можно свечку взять ее перечерчить она станет немножко ближе вот к вот этой например но иногда бывает что становится хуже в редких случаях но бывает становится хуже ребята так 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 идем и дальше по рынку идем идем по рынку так ничего нового не появилось ничего не появилось 200 пусть она горит за 200 так провода ну вот видите разные продавцы вот человек продает за 80 магазин продает там два человека продают за 59 и за 80 так что ну вот видите такую таблицу как я вел по audi сейчас я такую же веду по gtr там записываю показатели и цену детали то есть вы будете знать стоит ли покупать вот эту деталь за 80 или можете подождать и там выцепить ее за 59 а то еще дешевле так вот собственно говоря интеркулер попался нам давать интеркулер 73 на 123 ну да лучше чем тот что у меня но у меня установлен уже интеркулер 68 синий этот не намного лучше но все-таки получше так 61 не надо настройка шоссе у меня там синенькая какая-то есть шоссе на где-то настройка у меня 31 а это 37 ну у меня синенькая деталька опять же настройка шоссе относится к покрышкам они не бывают разных вариантов бывает только трех цветов так и желтая будет всегда лучше синяя черная вот всегда лучше желтой это касается веса и покрышек и колес так вот дроссельная заслонка 61 но уверен что есть лучше есть 81 как минимум то же самое касается выхлопной системе тоже есть 8 так интерьер относится к весу компрессор 51 и 7 на 92 слабо ват ну как для желтой детали наверное неплохо но есть есть лучше баллоны баллоны в пределах одного цвета одного класса деталей не бывают плохих и хороших они все они все хорошие лучше конечно же все черные будут всегда лучше они у них соотношение мощность длительность будет всегда лучше но выбирать нужно зависимый от от того какая на какую дистанцию вы будете ехать если вы едете на длинную дистанцию одна вторая километр то вам нужен более длинный баллон там тоже касается и соленоида сейчас дети то есть здесь соленоид потому что баллон имеет смысл рассматривать только в куче соленоидом вот соленоид он тоже определяет длину нитро здесь видите время нитро 1000 1000 баллон это короткие 200 есть баллоны и на 800 то же самое с соленоидом они бывают и на 200 бывает и на 1400 это по-моему максимально пределы 200 и 1400 баллон баллона не знаю если баллона 1400 на 800 точно есть и если нам нужно длинная дистанция то сумма вот этих двух сумма соленоида длины нитро из баллона должна быть там что-то в районе двух то есть если у вас баллон на 200 то соленоид нужно ну 1400 это будет мало то есть этот баллон не подойдет на дистанцию 12 этот баллон подойдет на дистанцию 1 4 1 8 мили то есть он будет хорошим и соленоид ему нужен в пару на на короткую дистанцию тоже нужен короче там где-то в районе тысячи наверное то и меньше чтобы он был на 1 8 миль вообще надо на 200 200 поставить самый короткий баллон и самый короткий соленоид но естественно черного цвета так вот по поводу контроллеров пуска повторюсь я уже говорил что время нитро у хорошего контроллера пуска должно быть нулем должно быть нулем по моему да не немножко соврал не нулем а самым коротким 150 должно быть самым коротким 150 а у провода и трубки должно быть нулем должно быть нулем ребятки все время нитро мы набираем только за счет баллона и за счет соленоида так теперь вы смотрите обновление прошивки нам попалось 60 на 90 обновление прошивки 62 я сейчас записываю 62 и 3 на 90 и на минус 1 и 8 и это у нас синенькая деталь к очень хорошая синенькая деталь к потому что оранжевая деталь к 63 на 65 на 102 ну-ка смотрите boost контроллер этот дает 43 гайки вот они там вначале их было много вот 43 гайки вот он вот на этом уровне ну да но желтый есть получше конечно знаю значит все таки ничего сверхъестественно в нем нет но неплохой так вот смотрите о видите фильтр 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 16 и 2 давайте сейчас еще так фильтр нём впуск так рынок 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 ну куда она делась было же только что но ты ее мы фильтр нули она исчезла куда-то на так ну здесь все все печально нам тогда убираем короче обновился нас наш рынок пропала пропала то что я хотел вам показать но вы видели там было короче довольно неплохие показатели были на на впуске так внизу это у нас закладочки переключаются между первое это детали вторая это у нас перечерчиватель вот они отличаются по цвету и естественно улучшает деталь соответствующего цвета улучшают показатели деталей в пределах цвета ну а улучшатель в продаже нет но они есть у меня улучшается деталь очень долго там от одного до двух суток в зависимости от цвета то есть из желтой сделать черную это займет два дня 48 часов из синей желтой по моему один день 24 часа перечерчивается детали в пределах класса за 8 часов в общем вот такая вот ребятка нас была ликбез серия по поводу деталей прокачки всему подобного надеюсь это было вам полезно до скорых встреч